Пробудживать гражданскую активность Энергия просто бурлит А как что-то сделать, ну это сложно И для этого нужны какие-то специальные знания Хотя какие-то минимальные Какую-то азбуку нужно Да, то есть какой-нибудь алфавит Хотя бы общественной деятельности нужно выучить По поводу того, где ищете этих активных И молодых, и креативных Это участники фри Или, соответственно, это могут быть Любые заинтересованные Ну мы в этом году делим пополам Мы берем половину участников Наших новых фришников Потому что это тоже люди, которые пришли Хотят что-то делать и начинают что-то делать Но знаний тоже практически нету И мы говорим, обязательно прийти Как бы только для вас практически и создается И другая половина Это люди, все желающие Молодежь, и не только Кто хочет чему-то научиться и потом это использовать Главное критерие, чтобы это потом использовались А не просто, ой, получился, получился Ну ладно, все, лафи сделал Пойду дальше что-то узнавать Кстати, сразу давайте уже обозначим Не первый раз, конечно, в эфире звучит у нас фри Но все-таки как расшифровывается Потому что, возможно, некоторые гости Точнее, некоторые наши телезрители еще не в курсе Это фундация региональных инициатив Вообще-то Николаевская городская Общественная молодежная организация Фундация региональных инициатив Вот так, а мы все это помещаем просто во фри Ну, уже открыта регистрация в фейсбуке Соответственно, через гугл формы Есть уже первые участники, кандидаты, скажем так, на участие Заявки, это уже принимаете? Да, мы рассчитываем где-то до 30-35 участников Уже 20 анкет, даже больше заполнено То есть мы еще немножко доберем И будем уже проводить отбор По мотивации, кто на что Уже есть пара вариантов, которых мы точно возьмем Которых мы точно не возьмем Потому что следим Если мы видим, что большинство людей, которые уже заполнили То мы их возьмем, то, конечно, мы не будем больше добирать Зачем давать надежду, да По поводу, все-таки, самого обучения Это когда будет, где будет Ну и, соответственно, что за курсы, какие направления Это будет 25-26 февраля Эти выходные с 10 утра, 2 дня Место проведения, скорее всего, библиотека Крапивницкого Мы еще договариваемся Потому что у них тоже своя загруженность Библиотеки сейчас очень популярны для таких форматов По поводу тренеров Приезжают фришные тренера со всей Украины Это глава всеукраинской организации Фри Александр Белезе Будет замечательный тренер по фандрайзингу Воловик Сергея из Винницы Будет HR, как работать в Хаманзе Такой тренинг Приезжает глава HR в Киеве Возможно, еще будет глава HR в МГО Тоже будет конфликтологию нам проводить А правда, стоп То есть, самое базовое Что нужно для общественника Это как прописать проект Как его подготовить Как что-то нафандрайзить бесплатно Потому что денег-то у нас нет в общественной деятельности Сразу, кстати, обозначим для тех, кто, возможно, первый раз слышит такие слова Ненормативные фандрайзинги и так далее Это поиск денег, соответственно, от спонсорских денег HR – это, соответственно, поиск людей, которые могут помочь То есть, я так понимаю, что вы будете обучать полному циклу тому, как можно создавать проекты Соответственно, чтобы люди, которые есть в Миколаеве, та активная молодежь, она могла прописывать проекты и, соответственно, получать гранты Либо какие-то деньги с городского бюджета Выделены на это Ну и, соответственно, проводить свои проекты С первой школы выпускники Уже есть у них какие-то результаты? И что тогда обучалось? Тоже подобная программа была или как? Да, ну, программа практически всегда одинаковая Потому что это всеукраинский проект Это проводит все ячейки Это основа, скажем так, нашей организации Потому что это обязательно Есть много, не много, но достаточно людей, которые уже тогда получили знания И сейчас они уже используют И они уже, скажем так, практически у руля фри стоят И в нашей ячейке Это уже и главы служб И, скажем так, люди, которые что-то делают и чему-то уже учат других Самое главное, что научить можно По поводу проектов, которые проводились за вот этот год От первой школы до второй школы Это, соответственно, проекты для молодежи, опять-таки, рассчитанные А сейчас что-то планируете? Какое-то, возможно, домашнее задание после обучения будет? Да, будет для тех, кто Во-первых, они на своей школе будут создавать какие-то свои проекты Возможно, тема есть, которая их больше интересует, чем то, что мы предложим И они будут ее воплощать Но для каждого направления у нас есть три службы IHR, медиа и образовательная И именно по этим службам будем давать проект Чтобы, ну, как бы, IHR, человеку, которому нравится общаться с людьми Не очень хочется, например, делать проекты, связанные с обучением Как где-то что-то искать Как бы, чтобы... Каждый находился в зоне комфорта Да Ну, что ж, будем надеяться, что школа пройдет успешно Вот время от времени мы видим фотографии Кстати, давайте выведем их и зрителям, чтобы они увидели Потому что я только позади гостей вижу Можем прокомментировать, что это и кто это у нас за участники Это, получается, справа девочка Тамара Старчак была глава позапрошлая Справа был мальчик Вот все участники, я так понимаю, школы первой Она не совсем первая была, она была До этого еще проводились школы То есть это одна из Одна из, да Вот, это Виктория Старченко приезжала к нам из Киева Читала Это Женя Бондаренко тоже приезжала из Киева, читала нам Интересно как бы и то, что приезжают специалисты с других городов Пусть они даже так же молодежь Но я думаю, это только в плюс, потому что им легче находить общий язык с теми, кто участвует Самое главное, что приезжают они за свой счет и бесплатно Это, конечно же, для организаторов хорошо Плюс большой Ну и, конечно же, для участников плюс в том, что обмен опытом с другими городами Ну и, соответственно, новые связи Потому что есть возможность реализовывать совместные проекты с той же Винницей Например, с тем же Киевом Что-то совместно делать И, соответственно, если какие-то есть вопросы Обращаться за помощью Поэтому, друзья, если есть у вас желание стать активным общественником Знать азбуку общественника И как что организовывать Где находить деньги для своих проектов Приходите этими выходными Ориентировочно это будет в библиотеке Кропивницкого Ну а сейчас можете просто набрать в фейсбуке Фри-школа И там найти заявку на регистрацию Спасибо вам большое за то, что сегодня пришли к нам в студию Я нагадую еще раз, что сьогодні спілкувалися и с організатором фри-школы Софией Дубовою Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok